Я сейчас сдохну нахрен тут Блин, тут все в какашках Ооо, бедная пучка Царь реально уходит в лес Это уже вообще не прикол Что это? Они не снашаются Это была моя первая дольная корова То есть мне нужно будет трогать вот эту штучку, да? Всем привет, меня зовут Лиса И сегодня я снимаю нечто очень необычное Потому что сегодня я приехала в деревню Если быть точнее, на ферму Я нахожусь на ферме в Германии И сегодня я буду заниматься тем, что буду Ухаживать за животными Убирать навозы, всякие другие, как вы понимаете Нечистоты, продукты жизнедеятельности Буду показывать вам быт типичного немецкого фермера И вообще покажу вам, как живут люди в деревне И сама поживу в деревне, потому что Я не знаю, потому что, потому что, потому Давайте начнем с того, что первое, что, наверное, вас очень сильно удивит В Европе, в частности, в Германии Это то, что здесь самообслуживание Вы можете приехать, например, в деревню Увидеть подсолнухи, мясо Нет, мясо вы не увидите Мясо по улице не ходит Так не надо делать Увидеть подсолнухи Увидеть какие-нибудь растения Клубнику, все, что хотите И забрать Тыквы Тыквы Открываете Смотрите, если тут что-то стоит Сейчас просто не сезон, поэтому ничего не стоит И забираете отсюда все вещи 2 евро за бачку мармелада Не мармелада, а желе А это, кажется, сюда кладите денежки Видите, какое топовое самообслуживание Пришли, короче, к свиняткам Буду сейчас кормить вот этих вот Маленьких, ну, как вам сказать Не совсем маленьких пигов Это пиг малыш Это пиг совсем не малыш Посмотрите на его размер А это собачка, которая кушает Сверей, на самом деле, кормить очень опасно Потому что, знаете ли, свиньи могут вас покусать А рядом со мной собака Она тоже может покусать Я вообще не понимаю, отчего она меня Своей задницей толкает Собачка, ты чего? Что ты мне расскажешь, мини-пиг? Они такие криповые, знаете, так страшно Когда понимаешь, что любая из них может тебя сожрать Вы же знали, что свиньи льет все, что угодно Они могут сожрать даже человека Даже этого пса могут сожрать Или пес меня сожрет, я уж не знаю Мистер Свин, дайте нам, пожалуйста, интервью Как вы относитесь к пафосной китце из Москвы? Мистер Свин Мистер Свин, вы хотели селфи на фоне вот этого китца? Вы имеете теперь селфи на фоне пафосной китцы? Но вам теперь стало все равно Свинья, ты сегодня меня не съешь Что мы говорим свинье смерти? Не сегодня Это их еда Да-хряк Ой Собака, хватит нюхать мою задницу Господи, они реально хотят меня сожрать Видимо, им было мало их еды Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще Выглядит очень пугающе Господи, оно очень пугающе выглядит Типичная еда свиней на самом деле Выглядит так, что они едят все подряд Включая даже яйца Вот Я сейчас дам им немножко картошки Потому что, как вы видите, еды у них уже достаточно много Просто я решила такую отсутствующую эстетику не снимать Поэтому дам им картофана Хватит кусать меня Тебе это не надо Ты не хочешь эту картошку Господи, что за маленькая собака Кстати, ему только 7 месяцев Хватит жарить мою картошку Ты будешь картошку или ты не будешь картошку? Я боюсь, дайте им картошку, потому что Смотрите, они начинают есть, искать ее Знаете, точно так же можно дать им человеческую руку И они тоже сожрут Ешь Кушайте, свинки, кушайте Будьте сытыми Наверное, вы должны обратить внимание на то, насколько чисто все в немецких деревеньках Это, конечно, несколько отличается от того, что ты увидишь у нас Касаемо чистоты, дорогие мои друзья Время доить корову Вы знаете, я никогда не трогала вот за такие вот штучки Это очень странный предмет И очень странно выдержать даже на маляже И сейчас мне предстоит знакомство с настоящей такой приблудой Как вы понимаете Пойдемте Хватит ржать К некоторым вещам нужно привыкнуть, например, к запаху коров Я не знала, что они настолько Скверно пахнущие коровки То есть мне нужно будет трогать вот эту штучку, да? Корова А можно у меня какую-нибудь маленькую корову? Привет, коровка Ты кушать будешь, а потом я буду тебя доить Ты ешь сено? А может быть, ты поешь сено с моих рук? Еще хочешь сено? А ты пришел за сеном Всех покормлю Ешь Я очень боюсь, что они меня лизнут Я и так вся в слюнях собаки и свиней Если мне сейчас все корова лизнет Вообще просто Не дело будет На, ешь С рук вкуснее кушать, не так ли? Ты будешь есть черная корова? Ой, она научилась кушать Она протягивает мне свой язык И я еду прямо на язык Давай Оп, молодец Я к вам еще вернусь Время дойки близко Повелитель коров Повинуйтесь Ладно, шучу Я не повелитель коров Я скорее коров и прислуга Кот Здесь кот И он одноглаз Что с тобой случилось, малый кот? Ты чего? О, бедная пузька Тебя, наверное, какое-то большое животное повредило Давай всем дадим пинков За что так с тобой? Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый кау О, господи, он сыт Уходим отсюда Уходим отсюда Ну нафиг, ну нафиг, ну нафиг Уходим отсюда Там корова с сала После всего этого как-то мясо теперь будет есть Но очень не рукопожатно А кот все еще опять меня преследует Ах, я кацан? Мас из лос Мас из лос Хочу сказать, что есть некоторые вещи, которые являются тупыми Например, одеть белые кроссовки на ферму Это было очень глупое решение Между прочим, у тебя это тоже было глупым решением Это вообще новое дело Это хотя бы старое дело Это танец властелина коров Танец деревенской цыпы Короче, приехали на молочную ферму И первое, что мне выдали ботинки Надо сейчас их будет Ягод Ну, как-то так Я пошла дать корову Тут все в какашках Почему они ходят кругами? Что мне делать? Ладно, я пойду Тут доют коров И тут очень грязно Максимально Они на меня смотрят Они хотят, чтобы я их доила Ну, хорошо, хотя бы мне дали новые ботинки Иначе было бы совсем пипи Смотрите, как оно доится Оно прям доится И посмотрите, какая она довольная А что корова такая довольная? Я не могу успокоиться, потому что мне постоянно смешно Но это очень странно Проходить, доить коров Чужих коров А вдруг тут какая-нибудь коровка Решит сделать что-то, чего я бы не очень хотела Вдруг польется не совсем та жидкая Если что, тогда... Ладно, давайте преодолеем страх и будем доить коров Это молоко доится Да И вот оно по этим трубам куда-то там течет Наверх И там обеззараживается, конечно же, уже Посмотрите на эти глаза Чего они такие сладкие? Да, коровка тебя дует Не бойся, не бойся Уверен, уверен Вообще, не знаю что Хоть бы она такая не вляпалась в меня Хочу сказать, это очень-очень странное чувство Максимально Главное, чтобы эта коровка в лицо у меня нет Знаете, это реально очень ни на что не похоже И да, это действительно ни на что не похоже Походу я делаю это как-то не умело Это была моя первая дольная корова Браво Она доится Это я ее даю Почему из нее что-то зальется? Что это? Ааа, корова Особая схема для коров Ой, что сказать Очень необычные впечатления у меня после дойки коров И это еще, как вы видели Автоматическая дойка коров А руками как это доить? Не знаю Но тут не проверить Никто руками не дует И я тоже не буду Но было очень клево Пойдемте кормить свиней На, коровка, скушай картошечку Че она меня боится? Кушай, коровка Кушай Куровы после дойки выходят Куда идут эти куровы? Что делают эти телки? Правильно, все телки любят Что делать? Жрать Жрать любят телки Маленькая коровка Которая, когда вырастет, тоже будет давать молоко Знаете, как говорится? У коровы нет других забот Ест траву и молоко дает Че-то он меня испугался конкретно, посмотрите Ты че меня боишься, овцебык? Я тебе ничего плохого не сделаю Я тебя могу только покормить Я уже научилась кормлению коров Иди сюда Кушай, маленький мой Ну давай, давай, бычок глупенький Иди Что ты? На Слушай, он реально у меня ссыца Че он у меня ссыца? Ты че меня боишься? Я слишком агрессивная для тебя По-моему, он боится громких звуков Как только я заткнулась Он перестал меня сильно бояться Кушай Кушай, кушай Какой боящийся теленок Очень боится еще Он совсем маленький А это кто? Что за маленькая вообще коровка? На, поешь Ты уже умеешь кушать Или ты еще не умеешь есть? Мое дело Предложить Ваше дело, уважаемые Отказаться Шо у тебя язык тут торчит такой? Не, он еще маленький Он не понимает, что это надо кушать Видимо, он еще не ест траву Что, кот? Он реально лижет мою руку Что происходит? Походу, ему очень не понравилось Действительно Я жаловалась на белые кроссовки Но как бы И ботинки для хождения По вот этому вот всему Мне тоже выдали белые Однако интересно Что это тут у нас? Это разъяренный петушар Вы посмотрите на этого петуха Вот Петух ходит Петушится Скажите КОКОКО Если вам за БС И скажите КОКОКО Если вам не за БС А это все куриное царство Зацените его Маштаб и размер Дом для курей Смотрите, а это колоски Опа Еще незрелые Колосочки Милота Ну а это, собственно говоря, уже склад После того, как собирается урожай В первую очередь Его привозят прямо сюда И сюда Так как сейчас только начало весны Мой месяц, середина Как вы понимаете Начало весны Пока еще ничего не взошло Поэтому давайте посмотрим на сено Которое с того года Народ запас А это вот, собственно, запасы сена Которые вы видели до этого На зеленом поле Было зеленое поле Собрали и стало сено Всякая приблуда для сбора урожая Кстати, смотрите Оцените размеры вообще Вот этой вот штуки Сюда, наверное, картофель После того, как его забирают Попадают Огромная байдовина Просто гигантская Я бы даже сказала А это склад Картофель Вы просто все вообще представляете Это все картошка Сколько тут картошки А потом все это поступает в магазины А можно мне этот склад Я здесь буду видео снимать У меня будет очень много пространства для творчества Ну а что, Настя Где твои 15 сантиметров 15 сантиметров Вот Сейчас приехали к полям И здесь, скажем, пока никакой работы нет Потому что, естественно, технику мне не дадут По понятным причинам Поэтому просто расскажу немножечко Да, здесь картофель Это картофель А вот то, что вы видите там позади зеленое Это будущее сено для коровок Которых мы только что кормили На самом деле поля просто какие-то бескрайние Очень-очень-очень просторно Очень широко Это все, что я хотела сказать А заднее много шум Не стоит забывать, что это Германия Германия страна Аутомобилей Мерседес, Бэнс, Дэбэс, Торнофинг Или БМВ Или, может быть, вы противосчитаете Ауди Я не знаю Я провела голосование, но Как можно выбрать? Хватит ржать на заднем фоне Не, ну когда я сделаю еще фото на фоне такой приблуда Вы что, извините, конечно Но это просто трансформеры, не иначе Мне нужна фотка на фоне трансформера Посла овец эти Тут пришел зайчик Вон он, зайчик Он бежит Вы видите зайца? Я первый раз вижу зайца в неволе Он упрыгал на меня Он упрыгал, зайчик Ммм, ага, дело зайца Короче, меня запрыгли быть пастухом И суть по тому, что одна овца у нас лет убежала И я очень херово пастух И что я буду теперь делать с этой овцой? Как мне ее загнать обратно? И главное, чтобы она не убежала в лес Ну типа, это реально уже проблема Что делать-то? Я не знаю, как приманить овцу Что, это предложите? Я думаю, вам Что она хочет? Овца реально уходит в лес Это уже вообще не прикол Надо как-то, наверное, ее обогнуть с этой стороны Чтобы она в лес хотя бы не шла А вот дырка, вот я нашла дырку Я настолько сильно эту овцу загоняла Что она перепрыгнула Вы это видели? Я сейчас сдохну нахрен тут Я только в жизни не бегала к себе за этой сраной овцой Я реально боялась, что этот дебил уйдет куда-нибудь в лес Какого хрена он вообще выпрыгнул? Маленький тупой говнюк Иди там, будь со своими овцами овца Они, они снашаются Вон, они снашаются И, подожди, это как-то очень странно снашаются Почему она лежит ему снизу? Или он ей? Баран Я поработала по сухом Поехали нахрен отсюда На самом деле ухаживать за животными оказалось не так просто, как мне на то казалось Потому что я вам хочу сказать, что это то еще развлечение Потому что одно дело, знаете, когда ты видишь буренку в такую картинку Коровки, это одна история Когда ты видишь вот такую вот огромную тушу просто кровятины И она на тебя смотрит и делает на тебя Это вообще хлебота полная Но это был очень интересный опыт И я хочу сказать, что мне понравилось Жить на ферме, работать на ферме Я, конечно, пока еще только начинающий фермер, знаете ли И вообще мне предстоит многому учиться Но это было клево Мне это понравилось Так что, пожалуй, нужно повторить такой опыт Но где-нибудь В районе виноградников Как вы думаете, есть ли мне смысл Один день провести на винодельне? Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, до новых встреч!